1 марта в Казахстане отмечается День Благодарности. Одна из задач Дня Благодарности – воспитать дружелюбие, толерантность, уважение ко всем людям на планете, а также укрепить межнациональные и межэтнические отношения. В нашем городе насчитывается более 20 культурных центров, один из них – Русский социально-культурный центр. Пользуясь случаем, члены этнического объединения выразили благодарность за мирную жизнь. В нашей стране проживают представители разных национальностей, и все они придерживаются одной цели – жить в дружбе и мире, уважать традиции другого народа. Так десятки этносов объединил Дом дружбы города-семей. Русский социально-культурный центр празднует в этом году свой 20-й юбилей. Людмила Вахрушева, начавшая здесь свою деятельность, в культурном центре с 2005 года принимала активное участие во многих мероприятиях. Из множеств направлений ей по душе оказалось декоративно-прикладное искусство. «Дом рукодельницы украшен картинами и поделками из бисера. Занимаюсь своим любимым делом, буквально вкладываю свою душу в каждую работу», – рассказала она. «Я благодарна Казахстану за нашу независимую жизнь и за наш независимый выбор», – добавила член Президиума Русского социально-культурного центра. «Раз мы живем в Казахстане, то я, конечно, я строго соблюдаю все традиции казахского народа. И я очень благодарна, что я живу на этой земле, что я живу с этими людьми. Потому что я всегда считала, я много проездила, Прибалтика была, и я ту доброту, то доброжелание, то вот сердечное такое отношение к людям, как в Казахстане, я нигде не видела». Стоит отметить, сейчас члены Русского центра готовятся к празднованию Масленицы. Чучело на Масленицу сжигают в последний день праздничной недели – в прощенное воскресенье. Данный обряд всегда ассоциируется с проводами зимы и встречей весны и обновления. «С самого начала возникновения Русского центра появилось два клуба. Один клуб для взрослых, клуб рукодельницы, его назвали «Надежда». Вот в эти дни собираются мастерицы, готовятся к Масленице. Они готовят кукол, маслениц, которых будут раздавать, как всегда, горожанам. Потому что мы же знаем, мы же в Казахстане живем, что с праздника каждый должен уйти домой с каким-то подарочком». Главные гуляния пройдут 6 марта на аллее перед Домом Дружбы. А в 7 вечера на набережной Иртыша состоится обряд сжигания чучела Масленицы. Кроме того, в 3 часа дня в городском дворце культуры пройдет праздничный концерт под названием «Здравствуй, Масленица». Талшин Шекардханни, Жан Макзумов, телеканал «Семей».